с вами шимки и сегодня мы поиграем в игру ху который мы играли мы играли в альфа в участь альфа если не ошибаюсь это блэс фенаус либо сменаус как то так либо просто грешник игра вышла вот только вчера 10 сентября и она локализована то есть она на русском так мышка я думаю не нужно будет мне здесь так что у нас есть дополнительное создатели выйти вла на меню окей так настроечки игра звук а видите есть и русские вот ну мы будем русским пользоваться так включить подсказки управления настроить а так и так и хорошо смысле а так и подождите это русские буквы склянка жилки еще такие кнопки а вот еще атака есть подождите дальняя атака ой давайте короче я думаю в игре мы разберемся немного ну как это понятно первый взгляд у нас да поэтому настройки доступности видео окей полный экран а я не знаю как будет на самом деле отображаться в игре все отлично ну давайте я думаю паломчество да погнали пустая новая и руля русском значит рик и что нужно было сделать тогда с бабкой называю к тебе прискорбное чудо ибо и все мои желание пусть грузит моей ноет от раз строить чем делает вы кого-то карус свою ванде и его меня дай мне снова вину мою а чего блять то есть она держал в руке статуэтку с и со стуэтки так сказать появилось что-то превратился в меч пока что неплохо и вот вина и раскаяние скорбь и каждая боль души стали видимой и осязаемой везде в каждом из нас иногда в виде благословения и благодати иногда в виде кары и скверны эту божественную волю сколько проведут только и зловещую которую мы не могли никогда не сможем постичь назвали чудом воскал короче какое-то чудо произошло в мире и кого-то вознесло походу у кого-то превратило в грешников браться безумолвные печали так окей мы ф так я есть на экране мышки не знаю зачем она здесь так склянки же желчи нажмите f чтобы выпить склянку желчи и восстановить жизнь жизненные силы эти священные сосуды можно наполнить преклонив колени у святилища найдите пустые склянки чтобы увеличить запас желчи окей ладно блок подкат давайте немного поменяю расположение кнопок подождите это инвентарь у нас а помните у нас бусины мы с вами находили да смотрите теперь здесь их можно вставлять реликвии есть теперь а для задания вот так вот это было хорошо у нас были бусины для задания у нас было сердце меча купой вот этого не было а молитв тоже не было способность ничего себе нас тут есть прокачка ребят хера себе коллекция и нас тоже не было так чё у нас вообще есть здесь подождите так о откат блок хорошо склянка карта так у нас с вами появилась карта да раньше нас карта не было так есть шифт но в принципе юзать для переката блин вот плохо то что я не могу вот мышку использовать как хотя смысле не понял меню не открывается нужно через карту это делать вау сильно управление подожди есть еще дальняя атака ага могу все так прыжок уклонение оперирование предыдущая вкладка молитвы атаку молитва это походу либо хилки всякие там способности да дальняя атака давай тебя на r а на r у нас есть хотя не у нас ничего нет на р молитва и он снаряжение и их карта на 10 следующая вкладка мне я хочу поставить дальнюю атаку на какой-то из кнопок а нет а ну окей атака раз дальняя атака р прыжок парирование р принять но не знаю но хотя бы мышкой чтобы вам показывал что да как я понимаю что она и кажется он для кнопками да все делали это бегать так а где вы тогда появлялись подождите мы появлялись тогда не здесь а мы появлялись около каких-то гор если я не ошибаюсь или мы не в горах появлялись а в пещере потом из горш и убивали всяких мужиков которые холостают себя потом мужики которые в камнях были и не там был один пост в церкви еще там были враги помню ну давайте посмотрим что здесь пока что неплохо пока что очень неплохо на самом деле наиболее менее помню блин я на самом деле ждал эту игру когда она выйдет так а цепляться помню можно только за деревянные стены что это а это у нас разрушаемые объекты вот это вот у нас то самое святилище за тилища нажмите я чтобы подохнуть в святилище сохраните игру а также воспользоваться здоровье и запаса жизни так желчи склянках после смерти вы будете воскрешены у последнего посещаемо святилище после отдыха все противники а также будут возрождены ну обычный dark souls как вы помните единственное что хочу но скорее всего уже потом когда мы получим хотя бы первый уровень я хочу посмотреть древо прокачки то есть она у нас присутствует вау хранитель безмолвной печали здесь я не скажу что он какой-то супер сложный это был босс внимание это был босс атерном окей так листа нам не показывают главного героя набирает кровь это не кровь это вино и зачем короче какой-то замечу первый босс сразу же я не увидел ним фас то есть скорее всего у него фас никаких не было он только прыгал и бил все можешь сказать не до босс но мне уже нравится то что добавили в начале босса то есть показали его анимации но блин то что он простецкий очень то есть он бьет и атака идет просто по линии в которую он ударил то есть прыжок и сразу минус в атака также он может на нас прыгнуть как я понимаю и все довольно легкий босс скорее его даже можно было пройти без получения урона а а я не помню можно было тогда вверх бить кажется нет да чтобы открыть эту дверь требуется ключ от палаты старшего брата окей так мы сохранились вот священный путь у нас тогда с вами был да покажет так покаяться сердце кающийся муки старшего брата подошли к концу и чем не делать я я грася свидетель исказитель деятней бескорбного чуда такова моей эпитимия как твое эпитимия молчание короче просто пробел юзэш и она пропускает от других кнопки не пашут колыбель скорби ищет мечты дальше найти ее можно в матери-матери всех церквей матери-матерей всех церквей ну единственно это удаленное место салю на остальных земель великой священной и запертой двери даже такой мудрый кающий грешник как я ничего не знает о том что лежит за высокими стенами но знаю я что согласно уставу должен ты перенести три уни уничтожения дабы пройти к тому что охраняет стены синим одно из них ждет тебя на высокая гора под толстыми одеянием и снега и льда 1 2 в глубинах темной погребной церкви где лежит спячий а последний в конце пути вырезанного стонами кое пытается когтями просечь себе путь и железные спирали внутри колокола по имени хонда землю в расшива возьми этот шип и вложив его так в руку меча своего в рукоять и если когда придет время возмуешь крепко за рукоятку и вы так его сузришь ты как ранит он тебя и кровь течет твое и вырастет и пусты новые шипы и я я оплетел отца вырезанного на рукояти и поймешь ты тогда что ты во власти при скорбности чудо и ждет тебя кара и прощение или прощение вы получили шип окей так снаряжение огню снаряжение вы можете просмотреть предметы которые нашли по во имя путешествия во имя до во время чтобы открыть его нажмите и шип небольшой подарок для грациаса дио грациаса какой-то мексиканское не знаю он прокнул изображение скрученного на эфире твоего меча шипы призывали чудом питающийся грехом и виной и растут вместе с бременем который несет обладатель меча так а что-то предание прощение диаграциаса брат аббат ты знаешь что я был песцом в этом аббатском чуть ли не самодельчество и писала нашим церкви наши сочи святых и наши чуде величайшей боли я должен сообщить тебе что принял решение уйти хоть и собираюсь писать далее в этих стенах я не могу быть истинным свидетелем деяния чудо я должен увидеть его священие одеяния своими глазами я буду летописцем чудо но чтобы то не стало под дождем под палящим солнцем и на обжигающих пески под моими голыми ногами это просто а это подожди типа я окей понял бусинки скорее всего это какие-то бафы да это я хер знает их тоже вставлять нужно и хера нету что ты чего что рассказать даже такой мудрый кащу греша как я не знаю что вот эта синякая за полосочка я помню на у нас тогда тоже набиралась а то есть он просто идет и режет так продвинутая техника парирования контакта возле воздания так нажмите чтобы парировать это маневр позволяет вам отражать слабые атаки и отклоняйтесь сильным в стойке парирование нажмите а так сразу после ударов чтобы совершить так создание нанести противника сильный удар а то и глушить его что это было только что он красным стал что это было только что он красным стал не одну на самом деле атмосфера прикольным ли я просто хотел в парировании я помню что можно было парировать все это дело а вот этих я помню чертей да это песочная не по-другому до выглядели тогда они более яркие были вы получили верди лес оставленного так чтобы использовать эту молитву откройте окно снаряжение и перенесите ее в ячейку применения скорее всего вот эта шкала это есть как раз это использование молитву молитву так как и песня которая раз растекалась в воздухе и во время так во время праздник праздничество забыты деревни и сила проникает через прикрытие так использовать подождем на солнце или на ветру да будет благословение земли сия в пути или в глубоком сне да будет благословение земля сия при свете дня или во тьме да будет благословение земля сия блин ну такой шрифт мне более удобный чем тот так молитвы и рвение активировать темы молитву в меню снаряжения так так чтобы прочесть ее прочтение молитвы и использование некоторых боевых приемов расходуется рвение отходите и казните противников чтобы заполнить полосу времени рвением ага теперь у нас она такая окей а как из них и как не достать типа я не думаю что здесь есть секрет а хотя или нет мошки вот мошки летают мне кажется что здесь что то есть так перекаты я не могу делать нет я говорю здесь скорее всего должно быть из-за вот этих мошек секретный проход ну типа за что могу цепляться что изменилось я скелетов убил цифр никаких не было них то нет интересно ну ладно и главное что не могу во время уже этого прыгать я не хочу парирование сделать вот это что новое сейчас он прилетит а дети лунного света клетки с ними разбросаны по всей кастогии исследователи так используйте любые приемы из вашего арсенала чтобы выпустить их а добро подожди а парирование вот это смертельно было когда очень мало хп остается а а блин точно ну не знаю прикольно сделано как мы сделаем сейчас два 2 а нифига ну у них хотя бы есть анимация смерти а банк одну используя на всякий случай мы с вами просто смотрим примерно нет ответа на нашу мольбу чудо стал оставила нас и мой приствол украшенный от от вернется от тех кто ждет здесь не очень альбера так я вижу жители на таком карта окей как вы видите а подожди тут еще что то есть внизу есть и наверху есть здесь вот проход запомнили так а теперь у меня вопрос насчет прокачки что короче мне нужно алтарь найти вот это да он что это за место вот что это за место может а я могу под себя бить не могу окей раненые люди если что я помню в режиме падения можно точно наносить урон череп голубя так бусины для розария вставьте бусины в ячеке своего розария чтобы улучшить характеристики кающих гвс найдите дополнительные узлы чтобы увеличить число бусин в розарии окей череп голубя птичий череп просвещенный под оправу для камня невзримая на каждую хрупкость он несколько увеличит защиту он несколько увеличит защиту тем утром когда зажгли костры и осужденные возносили свои мольбы безразличны к визиторам белый голубь опустился с неба и сел на плечо одному из заключенных где и сидел пока не сгорел вместе с ним окей значит это плюс защита да так а мне интересно вот очень тяжело здесь управлять на сроки чтобы зайти мне интересно что игра управление давайте наверное карту поставлю не на м а на тап так хорошо чтобы мне было довольно легко даже легенды есть кающийся святилище вина исповедник фонтан узлы часовой так часовня путешествие есть алтарь меня куст а все окей так у меня два варианта это вниз сюда прямо и туда хорошо давайте я пока сюда пройду посмотрю что здесь ну я могу попытаться ну пытался ты возвел к ордену истинного храма ты возвал а здесь мы собираем останки тех кто был расчленен и забыт дабы даровать им многочисленное погиб погребление как предписывали нам главный устав наш помоги этим несчастным душам умолчавший кающийся орден благословляет тебя он челивый я говорю нужно короче отсюда как-то спрыгнуть и достать окей чё здесь у нас а вот это касано помню мы тогда мечтаем дали они его зачаровали кающийся ты нанесешь боли воин а боль вины своих растающих что-то там а за ее нам облегчаю бремя свое а до ее нам вытри слезы свои и вот такое твое покаяние и потом меч кажется что там стал во сне потом мне кажется меч улучшился в добродетель миакульта алтар миакульта посещайте алтар миакульта чтобы увеличить силу своего меча вы также можете потратить здесь слезы искупления чтобы разблокировать боевые приемы посетите другие алтари чтобы увеличить силу миакульта и получите доступ к более мощным приемом а чем я больше посещать таких культов тем больше у меня а прокачка да а ну ка Да, походу вот это, короче, это сколько я должен посетить. То есть я 7 посещаю, и у меня вот это открывается. Сейчас у меня только первый уровень миокульта. Так, у меня как раз 500, а цена не... А, есть цена. 1500, 500, 500 и 2000. За 2000 кайчез... Так, последние слова. Кайчез заканчивает комбинацию четвёртым добивающим ударом. Ну, довольно хорошая вещь. Непроверный гнев. Вся мощь миокульта концентрируется в клинке. Кайчез высвобождает накопленную энергию, нанося один удар невероятной силы. Время греха позволяет использовать скорость падения с большой высоты для нанесения урона. Вот это вот было только... Это было за бесплатно, без прокачки. Зачемный укол. Кайчез использует импульс от уклонения, чтобы прокатываясь своим противникам с большого расстояния. Ну, это типа, знаете, в рывок и атака вперёд, можно сказать. Здесь довольно прикольно, это вот это. Я это и куплю. Ладно, что здесь ещё есть? Горячая кровь. Священная техника, которая позволяет владельцам миокульта с помощью клинка благословлять собственную кровь и превращать её в минимальное метательное оружие. При использовании расходуется. Ну, скорее всего, кровь, да, у меня расходуется. Правильный гнев. Так. Оптимизирую концентрацию мощи. А, подожди, так это просто улучшение, да? Последние слова. Вознесение. Кающийся завершает комбинацию ударом вверх. Лазурный циклон. Кающийся завершёт комбинацию атаки во вращении. Ага. Оптимизируя концентрацию мощи. Меокульта позволяет внести в клинок, используя острые шипы. Кающийся выполняет разрушительную атаку гораздо быстрее. Увеличивая мощь миокульта, это гнев скрученного, позволяет высвобождать её избыток, чтобы пустить волну, которая уничтожает всё на своём пути. О, вот это идеальная вещь. Горячая кровь. Сочинная техника, которая позволяет владельцу с помощью клинка благословенства в самой крови. Ага. Техника метания благословенной крови совершенствует расстояние броска, увеличивая... А. Так, увеличивается, а кровь, сделав круг, возвращается обратно. При использовании расходуется. Вы достигли мастерства в выметании благословенной крови. После броска крови взрывается со священным пламенем в самых дальних точках траектории и наносит дополнительный урон. Падение. Техника удара в падении совершенствуется. А мощь миокульта при падении концентрируется и вызывает взрыв в точке приземления, которая отталкивает противников. Вы достигли истинного мастерства в искусственном нанесении ударов в падении. При падении миокульта позволяет сконцентрировать такой объём священной энергии, что из точки и не видно, да? Жаль. Техника выпада совершенствуется. Так. Импульс от уклонения используется ещё эффективнее и радиус таки увеличивается. Рывок. Вы достигли истинного совершенства из искусства выпада. Меокульта производит воздух и создаёт волну, которая также наносит урон над и под клинком. Не понял. Прорезает... А, прорезает воздух. Короче, здесь самое интересное, на самом деле, это вот это. Вот это мощь. Ну, бросок я не знаю, на самом деле, но это можно на единицу будет вкачать, чтобы убивать таких воронов, которые вон хера знает где. Ну, а так, в принципе, выпад можно вкачивать. Ну, падение это такое. Поэтому я вкачу это. Почему я не могу прокачать? Я прокачать хочу как бы. Нет. Окей, открыть. Может, какая русская имеется в виду? Чуть не врубаюсь. Чуть я немного не врубаюсь. Окей. Найдите алтарь, чтобы найти. Так, я ж нашёл, Лоло. Почему я не могу прокачать? Открыть. У меня есть 500, как раз. Ну, ладно. К. Игра. На что у меня за К отвечает, вообще? Ничего. Окей. То есть, вы хотите сказать, я не могу прокачиваться, да? Сейчас. Я не врубаюсь. Алло. Как мне прокачать? У меня есть. Может, зажать? Ну, она не работает. А, водка пролистывать. Ничего себе. Окей. Ладно, а если это? Пф, она не работает. Я просто не могу прокачать. Давайте сделаем иначе. Я возьму кнопки стандартные. стандартные. Вот так. И попробуем так сделать. А, то есть, мне нужно было тогда просто зажать, на самом деле? А я думаю, что это там фыркает? Всё, ясно. Здравствуйте. Я тупой немного. Так, ладно. Возвращаем. Всё, что было. Атака. Я понял, что было за К. А чего вы не написали, что Л? Дальняя атака. Что я за дальнюю атаку тогда взял? Р, да. Желочи. Варьирование. Карта. Тап. Ну, в принципе, слушайте, я думаю, игра неплохая. Давайте я как раз спробую. А так это уже было, да, у нас? С вами. Я помню, есть ещё секретные стены у нас в игре. В игре есть секретные стены. Поэтому, поэтому, как-то так. Ладненько, давайте, я думаю, на этом мы с вами закончим. Следующая серия продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok